В Добрянском районном суде Пермского края накануне был вынесен приговор 37-летнему жителю рабочего поселка Палазна Максиму Климову, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим гибель двух человек. Вина Климова была усугублена его опьянением в момент совершения ДТП, а также отсутствием у него водительских прав по причине ранее состоявшегося лишения. Трагедия, виновником которой был признан Климов, произошла 10 февраля этого года на первом километре подъезда к поселку Палазна от трассы Пермик-Березники. Трагедия, виновником которой был признан Климов. Водительница Перми Юлия Иванова и ее 11-летняя дочь возвращались домой из поселка Палазна в автомобиле Volkswagen Polo. За рулем автомобиля был знакомый их семье. Женщина сидела справа от него, девочка на заднем пассажирском сидении. На выезде из поселка, приближаясь к развязке с автомобильной трассой на Пермь, водитель Polo, выехав из-за поворота, увидел приближающийся ему навстречу Мерседес. Встречная полоса была занята другим автомобилем, мужчина попытался свернуть на обочину, но это не помогло. Сам водитель Polo и его юная пассажирка получили тяжелые ранения. Девочка умерла в карете скорой помощи, мужчина чуть позже в больнице. Юлия, мать девочки, получила менее тяжкие травмы. Ей помощь оказывали в травмпункте. С места происшествия в больницу был доставлен и виновник аварии Максим Климов. Однако в серьезной помощи он не нуждался. Зато медики освидетельствовали его на состоянии опьянения и нашли пьяным. По словам жителей Палазны, в другом состоянии Максим редко садился за руль. За два года с момента приобретения этой машины темно-серого Мерседеса купе CLC 230 Максим получил 40 штрафов. В основном за превышение скорости, тонировку, перевозку детей без удерживающих устройств. А за месяц до трагедии и вовсе лишился прав за отказ от отсвидетельствования на состоянии опьянения. При этом Климов был женат и даже воспитывал двух малолетних детей. Погибшая по его вине 11-летняя Пермячка была прилежной школьницей, увлекавшейся всем, что только увлекает девочек в этом возрасте. Имела хорошие вокальные данные и даже записывала с мамой песни. Поклонись, а у крыльца, стопа матери и отца. А еще девочка благодаря тете активно включилась в волонтерское движение и наравне со взрослыми шила носилки в лакуши, масхалат, маскировочные сети для фронта. Контроль за расследованием этой трагедии взял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вероятно, поэтому следствие, включавшее в себя ряд экспертиз, завершилось рекордно быстро, фактически за два месяца. Не затянулось и судебное следствие. Точнее, его не было вовсе. Подсудимый, признав себя виновным по двум статьям Уголовного кодекса, управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом, лишенным права за пьяное вождение, а также нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек при тех же отягчающих обстоятельствах, попросил суд об особом порядке рассмотрения его дела. Возражение у сторон процесса это не вызвало. Накануне председатель Добрянского районного суда Олег Гусельников в качестве наказания определил осужденного на 9 лет и 1 месяц в колонии общего режима. И на 2,5 года после отбытия основного наказания запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. А также постановил взыскать с Климова 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибших.